МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Урожай на вес золота. Глава Чувашия Михаил Игнатьев проинспектировал ход заготовки кормов в хозяйствах Комсомольского района. Горячая пора. Вопустники школы Республики выбирают, куда пойти учиться. Окно в мир. Воспитанники столичного детского сада номер 111 изучают природу, не выходя за территорию. Установившееся на территории Республики тепло дает аграриям возможность наверстать упущенное. В муниципалитетах начинается активная пора заготовки кормов. Как эти работы наладили в Комсомольском районе, сегодня приехал проверить глава Республики. О противостоянии с погодой и видах на урожай в сюжете Дмитрия Ковалева. Чтобы корова давала больше молока в амбары на зиму, необходимо заложить порядка 20 центнеров кормов. Это годовой запас только для одной буренки. В хозяйстве Искры от погоды чудес не ждут. В ближайшие дни необходимо заготовить большое количество сенажа. Его прессуют в одну большую гору, чтобы сохранить до зимы максимальное количество полезных веществ. На село забрали где-то 50 гектаров. Еще осталось, которые на село забирали еще гектаров 30. Успеем. Это тысяча тонн ложить нам три дня. Надо хорошую погоду три дня. В региональном Минсельхозе не скрывают, на урожай этого года были другие планы. Но все же по расчетам в убытке хозяйства не останутся. Зерновые культуры дают неплохие всходы, но пока на поля комбайны выехать не могут. На менее мощных тракторах, простыми косилками, дробилками, вот так вот на кургане закладывают. Это тоже один из выходов, скажем так. В этом году мы должны 72 тысячи тонн сена заготовить, должны заготовить 170 тысяч тонн сенажа и 200 тысяч тонн силоса. От дождей пострадали многие хозяйства. Потери считают и на полях, которые не были обработаны химикатами. Хорошо, что если колосси встанут до конца, а когда налив зерна будет, тяжесть она будет, соответственно, и тем самым опять-таки потери увеличиваются. На счету агрария в каждый день. К уборочным работам необходимо подготовиться, чтобы не допустить потерь. Урожай этого года на вес золота отметил глава республики. Самое главное надо убрать. Если мы не уберем или с большими потерями уборка будет, конечно, мы не дотянем до прошлогоднего валового сбора. Агрария волнует и вопрос, куда сдавать влажное зерно. Уборка сложная будет и влажное зерно будет. В прошлом году с сырым зерном тоже проблемы сдавать. Наши хлебоприемные предприятия, системы Чуваш-хлебопродук, продовольственные фонды, которые цивильские, они будут принимать. Нет вопросов. Но там же снижается воловой объем зерна, который будете вы продавать туда. Шелку свою надо, хотя бы маленькую, но делать ее надо. Цены мы, они все есть, сегодня выставим на сайте, чтобы каждый мог и в газетах опубликуем, доведем до районов. В этом году должен дать большие всходы и картофель. По плану Минсельхоза аграрии соберут порядка 500 тысяч тонн. Картофельные поля поспевают хорошо, особенно там, где посадили элитные семена. Обильные осадки не скажутся на их качестве. Сейчас аграрии ждут погоды, техника на готове. Но уборка, и это тоже прогнозы, начнется позже, на две недели. Если, допустим, Бьякский район, как мы сейчас обсуждали на одном из полей, в это время уже выходил на поля, на уборку, на скашивание, то, соответственно, до первых чисел августа, скорее всего, не получится. Главная цель – получить прибыль. Цены сегодня, фураж даже взлетел сейчас почти на два рубля. Если на полях работы буксуют, то дорожники наращивают темпы. Глава региона проинспектировал ход ремонта дороги в селе Полевой Шептахово. Асфальта здесь не было никогда. Долгие годы людям приходилось смесить грязь после дождей. Подрядчики уверяют, что дорожное полотно прослужит долго. Работы контролируют в региональном Минтрансе. В последствии будет здесь уложен 6-метровый слой асфальта бетона и будет соответствовать всем действующим требованиям нормам. А в деревне Починок и Нелли завершается строительство фельдшерско-акушерского пункта. Глава республики отметил, что новый ФАП должен быть возведен в срок уже этим летом. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чуваксарах началось строительство будущего кадетского корпуса имени Кочетова. Как известно, он расположится за Дворцом культуры тракторостроителей. Все планы утверждены, проекты согласованы, состоялись публичные обсуждения. Тем не менее, у некоторых чебаксарцев возникло опасение, не нанесет ли у стройка ущерб зеленым насаждениям. Наша съемочная группа отправилась на стройплощадку, чтобы увидеть все своими глазами. Сегодняшнее состояние рощи за ДК тракторостроителей вызывает куда больше беспокойства, чем предполагаемый ущерб, который может нанести ей строительство кадетской школы. Повсюду кострище, пластиковая посуда, бутылки, пакеты. И то, что ни показать, ни даже назвать в эфире невозможно. Что же касается зеленых насаждений, то они растут двумя полосами. Строительство же пока ведется посередине. Все процедуры согласования строительства кадетской школы прошли. Вы посмотрите, какое огромное количество людей работало над этим проектом. Проектировщики, архитекторы. Одни технические условия были согласованы с огромным количеством организаций. Водоканал, коммунальная технология, Ростелеком, управление ЖКХ, благоустройство. Если посмотреть, мы не затрагиваем практически сам лес. Мы затрагиваем именно серединную территорию. То есть здание будет находиться как-то посередке. Затрагивает фонтанную группу, вы видите. То есть будет идти вдоль фонтанных групп, которые, в общем-то, назвать фонтанами сегодня не поднимается, как говорится, рука. Что же до вырубки, то в первую очередь она коснется не деревьев, а поросли самосева, которая заполонила рощу за долгие годы. Дорогие дороги. Под таким названием в городах и районах республики реализуется федеральный проект активистов гражданской инициативы и регионального отделения Общероссийского народного фронта. На этот раз нарушения выявляли на проспекте Айгим, что в столице Чувашия. Юлия Важенина подробнее. На карте убитых дорог в Чувашии новая отметка – проспект Айгим. Нарушений здесь целый букет, но обо всем по порядку. Пожалуй, одно из самых главных нарушений – это отсутствие пешеходного перехода. Дорожный знак стоит, а его самого нет. Причем отсутствует как зебра, так и подход к проезжей части от тротуара. Хотя по правилам безопасности переход здесь быть должен. Сейчас же пешеходам приходится рисковать собственной жизнью, терапясь успеть на транспорт. Когда автобус приходит, если вы уже увидите, что он уже подъехал, то приходится, конечно, перебегать, там остановка, там, где нет пешехода и светофор. Ну, страшно, конечно, но если автобус уже подъехал. Эту дорогу сдали еще в декабре прошлого года. И обошлась она в 350 миллионов рублей. По нормам минимум в течение пяти лет она должна быть в идеальном состоянии. Но по факту дорога не выдержала и года. Трехметровая дорожная рейка, она как раз для фиксации дефектов дорожного полотна. То есть, что мы можем здесь замерить? Мы можем замерить глубину просадки на этом участке. 15,5 сантиметров. Норматив таких видов дефектов и разрушений не более 5 сантиметров. Причиной такой просадки недостаточно качественное проведение дорожных работ. Земляное полотно просело, поэтому дорожное опустилось вместе с ним. Кстати, на протяжении всей дороги таких просадок уже две. А здесь мы видим еще один дефект – самодельную ливневую решетку. По нормам она должна быть чугунной, но выполненной из другого металла. Потеряв прочность, решетка выгнулась. Специалисты говорят, что такой дефект пока в пределах нормы. Чего не скажешь о ливневых стоках. На этом участке дороги они забиты полностью, поэтому использовать их по назначению точно не получится. То же самое нарушение. Ливневая канализация забита песком. Ливневые потоки создают такую водную пленку на поверхности дорожного полотна. И создается эффект аквапланирования. Когда водитель проезжает по этой луже, он может потерять колеса, могут потерять степление с дорожным полотном. И это, соответственно, может привести к печальным последствиям. А вот это как раз яркий пример того, что происходит с дорогой, если не работают ливневые канализации. Потоки дождя здесь размыли асфальт. Так что, если сюда попадет автомобиль, аварии не избежать. А здесь бетонную плиту заменяют простые кирпичи и деревянная доска. Так прикрыт колодец глубиной 4,5 метра. Люк здесь должен быть нормативный. Тяжелый люк, который не смог бы поднять ребенок, или даже взрослый мужчина не смог бы поднять без каких-то специальных средств. На данном объекте имеется ряд замечаний генподрядной организации. Генподрядная организация является ООО СУОР. Все письма были им направлены своевременно. И по гарантийным обязательствам, которые должны исполнить в этом году, в летний период 2017 года, должны устранить все имеющиеся замечания. Да, их достаточно большой перечень. Обязались, должны выполнить. Кстати, сам подрядчик эту проверку проигнорировал. И на объекте так и не появился. Теперь по результатам устранения замечаний будет проведена претензионная работа. А документы отправятся в суд. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. Горячая пора. Приемная кампания в вузах Чувашской Республики идет полным ходом. Для тех, кто не определился, кем быть, времени не так много. Крайний срок подачи документов для выпускников 26 июля. Сегодня наш корреспондент побывал в некоторых высших учебных заведениях Республики, чтобы понять, что интересно будущим студентам. В лидирующих вузах Республики, ЧГУ и ЧГПУ приемные комиссии работают без перерыва на обед. Число бюджетных мест Чувашский госуниверситет не сокращает, а наоборот, даже открывает за свой счет. Там в этом году свыше 1400 ребят смогут рассчитывать на бесплатные обучения. Анна Большакова говорит, что большинство членов семьи у нее экономисты, поэтому решила следовать их примеру и подать документы именно на экономический факультет. С самого начала учебы в школе меня больше всего из предметов интересовала математика. И я углубленно занималась ее изучением. И вроде бы ЕГЭ по математике сдала на хорошие баллы. Отдать предпочтение точным наукам или избрать гуманитарные направления. Не все из тех, кто приходит в приемную комиссию, четко знают, чего хотят. Многие теряются в разнообразии направлений. И те, кто сидит на приеме, отшучиваются. Одинаково рады и физикам, и лирикам. Хотя среди популярных направлений в ЧГУ традиционно экономика, медицина и юриспруденция. У абитуриентов ЧГПУ же в приоритете прикладная информатика, филология и лингвистика. Кто сразу после школы, а кто и после колледжа. Карим Мурфик приехал из Альметьевска, что в республике Татарстан. Он твердо уверен, что хочет получить высшее образование и связать свою жизнь с медициной. Нам понравилось, что здесь много факультетов, и сильная база обучения, сильные преподаватели, и мест много. Ну, хочется помогать людям, именно лечить, именно стать каким-то врачом. Может, узкая специальность, может, терапию выберу. Хочется именно помогать людям в их болезнях, тяжелые минуты. Изменений в системе приема по сравнению с прошлым годом нет. Меняется лишь количество абитуриентов. Количество выпускников по сравнению с прошлым годом чуть-чуть меньше. Меньше, где-то на 500-600 человек. Выпускников сократилось по сравнению с прошлым годом. Исходя из этой новой реальной ситуации, приходится нам работать. Большим спросом в ЧГУ сейчас стали пользоваться профессии психолога и строителя. Это как раз те отрасли, где не хватает кадров. Проблемы дефицита специалистов республики также активно решают и в Чувашском педуниверситете. Его ректор Владимир Иванов считает, если в городских школах этот вопрос уже сдвинулся с мертвой точки, то в селах ситуация пока не меняется. Поэтому в ЧГПУ разделили историко-филологический факультет. На факультете истории, управления и права будут готовить руководители школ и детских садов. Кстати, чтобы у молодых специалистов был стимул работать в районах республики, учебные заведения заключают договоры о целевом обучении. На целевое обучение у нас около 70 мест сегодня предусмотрено. Заключены соглашения со школами, с районами. Они подбирают нам выпускников и, соответственно, направляют к нам. Но здесь очень важно, чтобы наши образовательные организации, муниципальные органы управления образованием, обеспечили социальную гарантию и еще доплачивали, или, по крайней мере, социальные выплаты производили обучающихся, поступившим на целевой основе. В этом году единые госэкзамены сдали более 6 тысяч школьников. Сколько поступят, узнаем 8 августа, когда будут опубликованы окончательные списки студентов. Рифат Фаткулин, Сергей Адушкин, Республика. Год экологии в Чебоксарах прошел конкурс на лучший экоцентр. Несколько десятков чебоксарских детских садов выставили на суд жюри свои природные уголки. Лучшими были признаны экоцентры четырех дошкольных учреждений. Среди них столичный детский сад номер 11. Я сегодня старший лаборант, а это мои помощники. Солнышко и водичка. Ребята, вы знаете, что такое лаборатория? Да. Мини-огород, образцы полезных ископаемых, насекомые под стеклом и импровизированный вулкан с извергающейся лавой. Воспитанники старшей группы 11-го детского сада не играют в машинки и дочки-матери. Вместо этого они с интересом знакомятся с окружающим миром. Мы узнаем много нового и становимся умными, потому что мы экспериментируем. Я узнала, что вулкан может извергать лаву, он может засыпать и просыпаться. Самое сложное в работе с детьми – удерживать их внимание, делятся педагоги. Поэтому учебные материалы в экоцентре не совсем обычные. Каждый природный материал здесь можно потрогать. А вместо книг используются лэб-буки. Видно и наглядно, и красочно. В обычной книжке дети не все понимают. Помимо занятий в уголке природы, в детском саду проводят и другие экологические мероприятия. Это просветительский проект «Бумажный бум», различные экологические викторины, творческие выставки, проекты по озеленению территории дошкольного учреждения, вальс цветов, театр природы. А совсем скоро в детском саду заработает импровизированный сафари-парк. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. В наше время почти все перешли на электронную почту и интернет. Но в деревнях и селах люди с той же охотой продолжают писать друг другу письма. Выписывают газеты и журналы. Почтальоны, как и раньше, с нетерпением ждут и радуются, когда он переносит почту. Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День почты. Познакомиться с этой профессией поближе решила и наша съемочная группа. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пришла, вы будете оформлять подписку? Да, обязательно. За плечами почтальона Наталья Степанова из села Опытная, что в Цивильском районе 10 лет трудового стажа. Чтобы корреспонденция дошла вовремя до получателя, работник почты встает с позаранку. Как правило, у него неблизкий путь. И пройти его надо, несмотря на то, льет ли за окном дождь, бушует ветер или валит снег. Оттого и рабочая одежда универсальная на все случаи. У Натальи в ее зоне ответственности три деревни. Население, конечно, не очень большое, но очень такое дружное. Все очень доброжелательно относятся. Бывают, конечно, трудности встречать. Тут идешь, но учитывая погодные условия разные бывают, потому что почту нужно приносить всегда в любую погоду. Сегодня почтальоны на селе – это не просто люди, приносящие свежую прессу или письма. С почтальона всегда можно обсудить свежие новости, поговорить о семейных проблемах. К обычным газетам и журналам в сумке добавились рекламные буклеты, листовки, извещения о заказных письмах, счета. Почтальоны и пенсии доставляют и товары, нужные под заказ, а кое-где даже выступают в роли социальных работников. В общем-то люди все разные. Кто-то бывает такой суровый, кто-то веселый, кто-то иногда попадается и в таком расстроенном люди в состоянии. То есть приходится с ними общаться. Вместе с Натальей Степановой на почте работают еще четыре человека. Коллектив очень хороший, дружный, народ дружелюбный, хорошо относятся к людям, все объяснят. Ничего не знают, тут и пожилые мы люди ходим. Оплата счетов, оформление сим-карты, продажа товаров первой необходимости – все это тоже теперь входит в обязанности работников почты. И делают они все это от души. На селе по-другому нельзя, ведь и здесь все знают друг друга. Сабина Вишневская, Олег Якимов, Республика. Путешественник Никита Васильев на пути к дому. Напомню, велосипедист выехал из Чебоксар в октябре 2015 года. За это время он на своем велосипеде проехал несколько стран из СНГ, Китай, Вьетнам, Монголию. Сейчас он вновь в России. Сейчас я подъезжаю к Новосибирску, уже на пути домой. Еду в Чувашию, в Чувашию буду уже когда будет ровно два года. У меня два года будет 17 октября. Я проехал весь Китай, через Тибетское Нагорье, через Монголию, через весь Алтай с самого юга. Потом Российский Алтай, Республика Алтай, Алтайский край. Сейчас будет Новосибирск. А дальше уже будет Омск, потом Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Межевск. Ну, уже там Ешкар-Орла и Чебоксары. Немножко осталось уже. Прошлой ночью в Чебоксарах на пульт спасателям поступил сигнал СОС. За помощью обратился мужчина, который пытался переплыть Волгу в районе центрального пляжа. Сильное течение и холод помешали осуществить задуманное. К счастью, пловец подготовился к заплыву. Надел спасательный жилет и взял телефон, с которого и сообщил о своем местоположении. Как оказалось, это уже не первый опыт экстремала. Он раза три переплывал Волгу. Один раз даже мы его ловили. Его запихивали на катер. А так, получается, он хотел переплыть, потому что там в жизни какая-то сложная ситуация у него произошла. Он очень сильно замерз. Боялся потерять сознание. Боялся, что у него сейчас произойдет судорога. Спасатели нашли смельчака по сигналу от фонарика. Доставили его на берег, закутали в теплое одеяло и напоили горячим чаем. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова